А знаете ли вы, что такое Лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брандовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте Лукбокс. Все ссылки в описании. Салют. Сейчас народ помогает. Снова тупофиров. Естественно, топочки. Это машина. Я сейчас в Томск уехала. А пару недель пока я сейчас поеду в Краснодар сводить релиз. Поэтому я могу их чуть-чуть поматереть. Так, короче, народу вроде достаточно. Хотя он еще чуть-чуть поговорил. Настюк, короче, привет. Да не, не то чтобы анонса. Сейчас мы тут обсудим пару штук. Короче. В ближайшие пару дней я буду погружать дороги битов, бокалы, всяких книг. Ну, по крайней мере, то, что есть на моем компе. Вот. И, короче, тема следующего характера. Это там будет 2-3 дня. Потом я еду в Краснодар, где Милдома. И, короче, да не будет никаких сниппетов, короче. И, короче, там я буду сводить альбом. Мастерить. Неделю-две, не знаю, сколько на это уйдет. Там, в принципе, подготовлю, но уже по эффектам капаем. Надо все чики-пуки сделать, короче, скажем так. И вот. Вопрос следующего характера. У меня их 3 сегодня. Первый, посмотрите. Да, это отдельная тема. Перерыв. Посмотрите, что у меня, блядь, с руками зимой творится. Это какой-то пиздец. Я не знаю, что с этим делать. Типа мозоли это похуй. Это типа штанги, там, турника. Но вот эта облазающая кожа, это какой-то... Это пиздос. Я не знаю, что делать. Руки... Фу, блядь. Крем для рук не помогает. Это какой-то гон. Вот. Пробую комплевит попить. Типа просто витамины. Это тоже что-то нихуя не помогает. Нет, дерматит, братан. Вот. Герматологу сходи. Охуенный совет. Именно для того, чтобы не идти, блядь, к дерматологу, я спрашиваю у людей. Потому что друг у кого-то такая же хуйня. Типа... Руки, 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 руки. Зимой называется эта хуйня цапки. Короче, типа у меня просто там... Они у меня еще дико чесались сначала, перед Новым годом. А сейчас начали облазить, типа. Вот. Не знаю. Хуевая тема какая-то. Вот. Это одна тема. Ебать, тут 1300 человек. Вы чего собрались все? Короче. Мне советуют специальные витамины для кожи пить. Окей. Поехали дальше. Первый вопрос. Есть ли тут, типа, из Краснодара? Точняю дальше. Есть ли типы с Краснодара с басухой? Уточняю вопрос еще. Есть ли типы с Краснодара с басухой, которая является и бардесовской четырехстрункой, или там, допустим, фендеровской джаз-басой? В общем, мне... Нужно басуху дописать кое-куда. Но я не хочу везти свою, потому что ей нужно сдавать багаж, ее, блядь, сломают обязательно. Потому что когда мы ездили в Киев выступать, да, не сломали Шектор. Ну, типа, не весь, конечно, не отломали этот колок. И в Киеве, я не знаю, к чему проблема, блядь, не было ни одного колка на Шектор. Типа, кое-как нашли. Ой, не, не, колок нашли, не было ни одного Шектора семиструнного, чтобы на нем играть. И вот. Поэтому я спрашиваю, ну, у Краснодарских, короче, если у вас есть знакомые, либо у вас есть бас, джаз-бас фендеровский, либо ибанесовский бас четырехструнный, пожалуйста, одолжите, там, я не знаю, дня на два, на три, на самом деле, мне больше не надо. Если там надо забашлять, забашляю, это похуй. Просто я не хочу к левым типам обращаться, короче, там, с кем-то левым контактить. Вот, желательно, там, со своими чуваками, с подписчиками, с друзьями. Не люблю с левыми людьми начинать общение. Вот. Это первая штука, короче. Сюда можно не писать, можете мне, если что, там, директно писать. Вот, и все. Давно в зале был, Рома, еще сегодня утром. Но я сейчас силовые делаю, обратно мышцы накачиваю. Чуть позже опять сушиться буду, это какой-то пиздец. Типа 69-70 я весел летом на фоне стресса, плюс того, что действительно там хаул, буквально один омлет в день, короче. Вот. А сейчас 5 кг, сейчас 75. 75-76 я решаю. Ну, короче, это несложно 5 кг сбросить, это хуйня. Вот. Следующий вопрос. Так, сейчас па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па. Да. А, вот, кто видел о том, что я стричься не буду, я сейчас отращивать буду снова. Второй вопрос. Ребят, я поотвечаю на вопросы после того, как, типа, расскажу обо всем остальном, окей? Вот. Поэтому сейчас вопросики, пожалуйста, не задавайте, потому что я на них не смогу ответить, потому что иначе я не сконцентрирую свою мысль. Вот. Так как я сейчас выгружаю все трек-аутеры, я... у меня будет, ну, исходный материал для мастеринга. И, короче, для... Для, для, для... Для цифровых площадок один мастеринг, а для аналоговых носителей другой. И, короче, для цифровых, естественно, ну, придется свою динамику выстраивать, потому что там, ну, долго объясняют у каждого, там, стриминг-сервиса свои лимитеры, которые подравнивают звук так-то, 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 как это второй альбом, и к нему я отношусь крайне серьезно. Я хочу максимально крутой звук там сделать. И вот, для стриминговых сервисов мастеринг один, но я говорю о том, что хотел замутить винил. Буквально сто штук. Короче, и... О чем я подумал, о чем винила? Я хочу альбом, и сейчас мы с Диманом его сведем, от мастеринга для площадок, да? У нас будет материал, сведенный дорожек, еще не от мастеринга, тот шарит, тот шарит. Я хочу вот этот материал понести на какую-нибудь студийку уже в Москве с аналоговыми железками и прогнать звук про мастера для винила специально. И, короче, это будет ремастер, который будет выпущен на виниле. Я не скажу то, что он будет выпущен, типа, сразу же с альбомом, то есть, там, в конце февраля, либо в начале марта, да? Но, там, летом, либо в конце лета он уже точно будет, короче. Вот. И... Я это к чему? Насколько много тут челиков, которые, вот, хотели бы на виниле послушать релиз и действительно ставят ли из-за этого запариваться? Просто у меня есть идея приколюхи, чтобы был красивый бандл со всей байдой. То есть, там, какая-то полка, там, буклет, винил, собственно, сам. Вот. И, короче, этот кейс, ну, там какая-то цена он будет, прилично, естественно, потому что это коллекционные издания. Я бы хотел таких сто штук сделать, короче, и, естественно, продать. Кто там хочет послушать, это пизда, это тем более, ну, у людей будет возможность послушать на виниле, послушать какую-то другую динамику треков, которая не преследует цели быть громкой. То есть, как бы, когда ты, ну, не знаю, типа, мастеришь для площадок цифровых, там очень важна, ну, типа, громкость и определенная, что-то прям ебашило. Кто слушает музыку, там, с винил или на хай-энд технике музыку лослос, то знает, что можно просто, блядь, вот так вот, ну, прям, выкрутить ручку и все, трек будет громким, как бы, вне зависимости от того, как он там сведен. Но зато ставится динамика. Так, нет, 500 не будет. Ну, ты чё, рынок винила крайне мал, и, типа, в основном винил есть у тех, кто, там, слушает старый металл или какой-то фанк или инди-музло. Вот. Ну, что, как бы, людям, которые имеют винил, ну, или хай-энд технику, как правило, там, я точно в эту аудиторию вообще не попадаю, поэтому будет сотка. Чтобы это было прям коллекционно, пиздатой, ну, типа, все клево. Вот, без обид, но, смотри, если мы делаем коллекционку, мы делаем коллекционку, то есть, это прям, вы это взяли, и все, это ваша на всю жизнь, таких только 100 штук, и оно ваше. Я понимаю, что там Миром выпускал сколько там, 300, но я не Миром, блин. Вот, короче, это второй вопрос, я видел, что челеки написали плюс. То есть, короче, ремастер делаем. Ремастер с винилом и бандлом мутим. В общем, пишите плюсики, если да. Ты, примерно, скажи, 90% соскочит. Это да. Ну, она вряд ли будет больше десятки, но посмотрим. Все, сейчас минусы пойдут. Вот, блядь, зачем люди пишут минус? Ну, то есть, и так понятно, если вы не пишите плюс, значит, вам нахуй не надо. Зачем минус не пишите? Я думаю, да, 10к это нормальная тема. С кем-то ты будешь, я не скажу. То есть, 10к это не просто винил, а там, винил, футболка и, господи, этот. Твою мать, блядь, Рома, думай нахуй своей головой. Буклет. Там будут расписаны кредицы, прям все красиво, все отдельно там, вся байда, короче. То есть, прям, если коррекционно, то колрекционно. Вот. Ребят, я сказал, отвечу на вопросы, когда я расскажу все свои темы. Вот. Хорошо, мы подешали насчет винила, все клево. Третий момент. А третий момент, следующий. Короче. Как бы объяснить, вот здесь я уже с вами, как бы, диалог буду вести, прям нормально. В данном случае. Короче. Есть вот, кто сильнее, Медведь, естественно, Virtus.pro всегда к победе. Вот есть трендовая музыка, да, как бы, сложилось мышление такое, что можно поощрять артистов за то, что они следуют тренду. Типа, якобы они, ну, каждая эта аудитория. Я, когда писал свой альбом, я это все, да, послал. Там есть и, ну, не знаю, фанковые мотивы, там есть, ну, понятно, хип-хоп. Есть, по-моему, один трек с автотюном или два, я не помню. Есть рок-н-ролл конкретный, есть трэш-метал, блядь. Есть что-то а-ля мьюзовой музыки. Ну, то есть, там все подряд т-т-т-т-т, потому что, ну, нет, Crazy, естественно, не войдет в альбом, это камера, блядь. И вот, это одна тема. То есть, типа, я когда пишу музыку, не ориентируюсь на вкус аудитории. Потому что я считаю, что если у тебя есть, ну, идея своя собственная и то, что тебе самому нравится, это намного важнее, чем просто отвечать на запрос. Это раз. Два. То, как я общаюсь с аудиторией, короче, там, могу как-то грубо ответить или еще какая-то байда, или там, не знаю, есть у меня определенное мнение. Вот, я его пишу. Люди сейчас поощряют беззубых чуваков и чувистов, которые поддерживают их нытье. Да, многие темы я описал в клипе Бэддауна, например. Ну, не я, естественно, есть там, с Рохой и Рощевым. И вот. Дискуссия заключается в следующем. Если я, как артист личности, творческой личности, делаю какое-то свое дело, не являясь ни финансово зависимым от, там, лейбла, да, то есть, как, в случае Буки Машины, это концертное агентство, мне никто не говорит, что делать или, там, что не делать, не являясь финансово зависимым от трендов, потому что я не делал трендовую музыку, чтобы, там, на трендах, собственно, кататься. Мы собрались, ну, типа, вот здесь, потому что я делал музло, которое я хотел делать, и оно, там, отличается от остального. И, если у меня есть отличное от общего трендового мнения, там, касательно каких-либо событий, там, допустим, я описывал насчет голубого Урганта, мне он показался не смешным, и все. Я не критикую, там, Урганта, я не знаю, какую хуйню, еще чего. Третье, да, то есть, я расхожусь во мнениях со своими слушателями. Так вот, какую тему я хочу обсудить. Даже при том, что я расхожусь с мнениями вашими, это не повод, типа, я там ненавидеть. Объясняю, почему. Я, будучи абсолютно равным с вами, как гражданин, не могу указывать вам, как жить, я не могу вам что-либо запрещать, или что-либо еще. Я могу только дискутировать. Вкидывать какие-то мысли, вы их перевариваете, либо вы там да, либо вы там нет. И, собственно, таким образом, если ко мне обливается какой-то хейк, я считаю, это не очень здравая хуйняк, в том плане то, что люди почистую, зачистую, почистую, пытаются, как это сказать, сделать желаемое действительным. И там, ну, приписать мне какие-то действия, или приписать мне какие-то мысли, или какие-то выводы, которых, естественно, не было. Или нет. И вот, о чем я хочу спросить вас. Действительно ли вы, ну, вы там, условно, и вы полторы тысячи человек, там, то есть, наверное, человек 500. Основные там залетные, скорее всего, стоп-эфиру. Настолько можете признать, что не уважаете себя, что не можете оставить свою позицию, что будете гнать на меня, при том, что, там, какие-то мои посты появляются в каких-то СМИ, или, там, какие-то анонсы, или еще чего. И будете сравнивать, типа, мою жизнь, мои действия, там, моё активити, назовем так, с говном, признавая то, что вы не можете с ним смириться. При том, что оно мне абсолютно никак не влияет на вашу жизнь. Мне просто интересно, типа, насколько люди готовы прикладывать ответственность за свою несостоятельность, короче, на других людей. Это меня крайне, типа, вывешивает, потому что я, там, уже битых, там, два года, сколько я, там, более-менее кручусь во всей этой хуйне, я стараюсь рассказать с аудиторией и учить этой самостоятельности передавать эту байду. Так, читаю ваши ответы, теперь читаю ваши вопросы. Я вам говорил то, что, ребята, я не отвечаю на вопросы, пока не договорю. Теперь пишу только привет. Вы повторяете, дублируете вопросы, потому что я их не читал. Мне не нужно это разрешение на то, чтобы делать то, что считаешь нужным. Я хочу, чтобы люди понимали, что нельзя, блядь, запрещать деятельность человека, если она не связана, там, с политикой какой-то или управлением, влиянием на остальные жизни. То есть, я, допустим, не могу приказать вам делать то, ну, не делать этого. Поэтому я не могу, ну, получать такую критику, то, что, блядь, Лакимин сдохни нахуй, или, там, не знаю, вот он, там, урод какой-то и тому подобное. Короче, ну, то есть, начинается именно какая-то травля, которая связана именно с агрессивной реакцией на моё мнение. Какое-либо. Клипы будут. Мы сейчас этим занимаемся. Ну, не съёмками, сейчас ещё и финансировали. Когда мы зелёнки стоим некачественными, ну, мне кажется, там единственный лишний был эффект фиолетовый от кармы. Типа, его нельзя было сделать достаточно реалистично, но он нужен был, чтобы передать то, что карма даже в пепел фиолетовый превратился. Полностью переходить на инструментал не вижу смысла, потому что звук можно делать намного интереснее. Вместе с индами и электроникой. У инструментала душа поболее. Сейчас я перейду в кабинет. Блядь. Так, давайте... Да, ребят, по всем вопросам с концертами спрашивайте. УБМ, пожалуйста. Надеюсь, ты прочтёшь. Так вот, вопрос. Какой, на твой взгляд, трек зайдёт не только твоей аудитории? Не знаю. Трэп метал. Короче, на альбоме я старался не вязать сэмплы. Мы записывали всё вживую. Почему я не люблю антихайп? Потому что они продвигают постмодерн, который не обладает финальной целью. А значит, не обладает никакой мотивацией людям к развитию над собой. Таким образом, никакого прагматичного, скажем так, никакой прагматичной ценности у этого коллектива нет. Вот и всё. Если говорить более конкретно насчёт антихайпа, сейчас, ребят, я прочитаю вопросы. Ну, закончим эту тему, я объясню. Слава КПСС, который получил, ну, будем исходить из лидера, да, объединения. Слава КПСС, который получил достаточное количество хайпа. И, ну, представился я как контркультурщика. Не смог быть конкурентоспособным. Никому из музыкантов. Ну, типа, блядь, в ноту он попадать не может, а серьёзный релиз, который он написал там, как оно в Солнце Мертвых называется, абсолютно идентичен по звучанию с АТЛ. Ну, то есть, ты боролся за контркультуру, типа, хотел привнести что-то свежее, а в итоге принёс говно. Ну, абсолютно такое же говно, которое дополивал говном. Поэтому, типа, я и не люблю антихайп. Потому что постмодерн, целью постмодерна является хаос. Разобрать старую мораль по кубикам, разобрать всё по полочкам. Но после этого должен идти постмодерн. Ой, тьфу, блядь, метамодерн, который это всё соберёт. И соберёт, по-моему, мораль. Слава этого не сделал. Антихайп этого не сделал. Всё. Единственное, кому я хорошо отношусь там, это СД. Лоботомия идейным продолжением Балинина. Я не думаю, что идейным. Но вряд ли. Так, я читаю дальше вопрос. Сори, что так долго отвечал. Шок уже Кадём Варгер будет развивать. Я думаю, да. Мне, кстати, нравится музыка. Шока. Новая. Очень. Прям очень-очень нравится. Он, по крайней мере, звучит необычно. И он очень, по-моему, клёвился на крыцевой-то роли. Где ты находишь сэмплы? Сейчас нигде. Сейчас я опишу сам всё. Новый альбом Ёлки. Я успел послушать один трек. Поэтому пока ничего не буду говорить. Я просто сейчас пока занят своим узлом. Я буквально там... Я уверен, что там качественная музыка. Поэтому я его там репостнул в ВК. Слышал, с Андреем Пиро поработаю, да. Вторая часть тура, ребят. Я... Всё будет известно, я думаю, в феврале. Если вы допишите вопросы, я вам сыграю штуку. Которую продумываю, в принципе, нормально. Я не буду объяснять сэмплы, пока меня не спросят там на Вью или ещё где-нибудь. Вот. Захотят спросить, я отвечу. А так я не хочу объяснять. Сами роетесь. Знаешь, ну ты зараза? Нет, зараза я не знаю. Сколько по времени пишут тексты, блин. Фитаться скрипом не будет он. Ну, видимо, не хочет выходить на связь. Обидно. Ну, надеюсь, что после сэа будет интереснее. Масло чёрного дзвина очень клёвое. Прокачай, ок, все, а то старичок загибается. Ребят, ему не пишите об этом. Чего вы мне об этом пишите? Я на басухе ещё не научился играть. Как можно обсирать? Можно обсирать мнение исполнителя, если само его мнение зачастую является шлаймом по тому поводу. Ля, випрами, да. Плагины использую фабфильтровские, использую серу, использую амнисферу, использую контактовские библы. Ну, короче, нифига всего. Идикте драмс. Пока вью никакого не запланировано. Ну, одно большое видео запланировано, не клип. А за зло. Чё за зло? Так, короче. Здесь постараюсь не отвлекаться. Если играть, то пойду вот этот риф, я не знаю, может быть, налагил, буду исполнять. Посмотрим. Я его почти весь продумал. Сейчас вспомню только. Да, он здесь начинается. Так, стоп. Следующим образом. Сори, что перебор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня руки просто нахуй не работают Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кажется, да Ну тут, блять Все пальцы задействованы Я не игрок на гитаре и поэтому не могу так быстро Вот особенно с этого аккорда Получается перейти сюда Ну типа я понимаю, что для нормальных гитаристов это не пиздец О! Горич! Салют! Организовать пьяные волоки, не знаю, я наверно мимо стран буду ебать, если буду пьяным, это только Паша может, Даня и Сега, еще куча людей, но не я, блять, блять, сука, слышали Курт? Конечно Курта слышал, мы планируем что-то совместное, но все никак не выходит, ладно, студийка Паруса, но вряд ли когда-то, я кстати писал аранжировку, но вообще-то, что-то не пошло, ну типа по-любому я когда-нибудь тебе сделаю, не знаю когда, хор будет? Ну что, с эфиром все плохо было, да? Мы ставим все на стол, не нельзя, не нужно сказать, но потом я не буду Ага, да, эфир полетел, я вроде переподрубился к Wi-Fi, поэтому сейчас должно быть все нормально Который год Че за херня, ну я на ЛТН зашел в комнату свою, облюбился Мы ставим все на крючок, ждем, мы все тут ждем, на день, который не придет С фанатами люблю общаться, периодически, когда нервов хватает Да не, шучу Идюха Акаевская На Виталику, конечно, пойду Вот, да спросили про хор, короче, показываю Тут еще мы чуть-чуть поравняем вокал, хор одесского Бежать я бежал по трудам, а держать я в дом, наконец-то прилет Вот, который год, мы ставим все на крючок, ждем, мы все ждем, тот день, который не придет Вот, который год, мы ставим все на крючок, ждем, мы все ждем, тот день, который не придет Вот, который год, мы ставим все на крючок, ждем, мы все ждем, тот день, который не придет Вот, так что да, как я и обещал, хор будет. Там что-то ритмически надо детей поправить, у них там еще. Йоу, что это за музыка? Йоу, это Сэя. Все спрашивают про фит, блядь. Я говорил, что я хочу фиты с Дорным скрипом. Какой-то третий человек был, я забыл просто. Ким вдохновлялся при написании Сэя, ты можешь это... зайти в Сталин, паблик, фан-паблик, который. Там я давал пару ответов на вопросы. Там закрепленный пост. И там, по-моему, даже плылись есть музыкантов, которых я слушал в течение года. Очень плотно, очень много. Краски я предлагал много раз, что-то его как-то нет. Не вдохновляет идея работы со мной. Любимый трек Дензал? Да нет такого. Сокси треки записываем. Пускай Мирон свою музыку будет делать. Меньше будет тратить времени на фиты и больше будет делать своей музыки. Это куда лучше, куда выгоднее для вас. И не надо других артистов использовать, как, блядь... Рост у меня 178, да. Это надо других артистов использовать для того, чтобы ваши любимые артисты, ну, типа, выпускали треки. Это не очень честно по отношению к тем артистам, к которым вы об этом просите. Мне кажется, крайне невежливо и неуважительно. Что насчет перекинезис? Ты же сказал? Сделаем что-нибудь. Как тебе жанр Вич Хаос? Блядь, он умер сколько? Четыре года назад? Слишком ограниченный жанр. Короче, ну, Вич Хаос. Чтобы он мог долго продержаться. То же самое касается там Брост Эпо. Да, к Дудю бы я пошел, но я бы хотел, чтобы Дудь сначала побывал на моем концерте. То есть, типа, вот, блядь, посмотрите на интервью Гонфлада у Дудя. Типа, насколько, ну, Дудю не о чем, блядь, Гонфлада спрашивать. Мне было очень обидно, типа, с него, ну, Загонфлада, что мне приходилось отвечать на какую-то банальщину и бучу. Мне бы не хотелось отвечать на банальщину и бучу Дудю. То есть, если идти там в Дудю, я должен быть крупное интервью с крутым интервьюером, который хорошо подготовился. А не который просто тебя позвал, потому что ты, блядь, там, просмотры набираешь или какой-то инфоповод создаешь. Хотя мне кажется, сейчас вообще Дудю не нужны никто там с инфоповодом, он сам является инфоповодом. Поэтому сложно, конечно. Я бы хотел просто, чтобы, если бы Дудь брал меня в Ю, он подготовился и задал какие-то действительно интересные вопросы. Слышал группу Slaves? Конечно, слышал. Думал ли я 5-6 пик? Думал. Еще давно. Наверное, годик назад. О летве ничего особенного не думаю. Ну, типа, я уважаю все. В армии не было, у меня плоскостопия, как лопаты. Дропы ДСЕ, она вряд ли будет. Бремни до Хорриса мне нравится, мне кажется, слишком попсовое мусло. Но это мое мнение. Что по Блейзу, а что по Блейзу. Физической формой своей занимаюсь года 3, но у меня постоянные перерывы. Типа, любимая песня Метлы. Слушай, наверное, Blackened. Наверное, Blackened. Но у меня их несколько, типа, прям топ-топ, которые я люблю. Это Blackened, это The Four Horsemen. Мы там по альбому прям пойдем. Давай вот так. Первый там Four Horsemen. С Ride the Lightning, естественно, в Home the Bell Tolls. С Master of Puppets. Одноименный Master of Puppets. И еще с Uniterium. Очень нравится. Так, после этого был Justice, да, после мастера. Ну, в Justice мне нравится. Ну, что мне нравится? Justice был первым альбомом, который я вообще купил. Justice for All. Мне нравится Blackened. Justice for All. One. Shorter's Throw. Harvest of Sorrow. To Live and To Die. Очень. Ну, типа, это мой любимый альбом метлы. Прям любимый. Может быть, из-за того, что я там в детстве слушал. Дофигища. Вот. И, короче, Justice for All. Потом был черный альбом, да. На черном альбоме мне понравился Unforgiven. Естественно, Unforgiven. Ну, и, в принципе, там. Ну, Fate to Black хорошо. Nothing else matters для меня слишком балладно. Ну, то есть, мне ее скучно слушать. Я в детстве наслушался, и как-то все. Потом, что идет там после? Load, Reload? Да, правильно я говорю. Слово, Reload мне вообще ничего не нравится. Вот вообще от слова совсем. Так, на Сайт Энгер мне нравится Дохующая песня. Мне нравится Фрэнтик, Сайт Энгер, Дети Уиндл, Инвизибл Кит, Some Kind of Monster. Sweet Ember, я вспоминал просто название трека. Sweet Ember и Unnamed Feeling. Очень нравится. Потом идет у нас, что? Охуенный Death Magnetic. Там, естественно, The Day That Never Comes, All Nightmare Long, This Was Just Your Life. С последнего альбома мне нравятся Hello and Fire и Hardwired. Типа такие прям. Ну, это топ-топ. Я слушаю там. Ну, все постоянно. Так. Будут ли на альбоме треки на тему современной России? Ну, послушаешь, что знаешь. Музыка Bumblebeasy мне нравится. 25-17 я как не слушал, так и не слушаю. Уважаю коллектив. У них своя фан-база очень большая. Значит, людям нравится. Ну, пускай нравится. Чуваки скилловые. Армия бесполезная хуета. Я присед не делаю. Музыклов нет любимых. Я, по-моему, один мюзикл смотрел только этот. Суни Тот. Парикмахер с Бейкер Стрит. С ТЛ я уже работал. В смысле попробовать поработать с ТЛ. Сколько от груди жим. Я не делаю на раз. Я не знаю, сколько жму. Руки жму. Так. Хотелось бы, что не думаешь. Ничего не думаю. Сайт, альбом Лакемина. Ну, в смысле, блядь. Давайте так. Музыку на Сэ либо писал, либо отбирал я. Вот папчик, где у меня там. Если я ни с чем не проебался. Ну, короче, буквально в каждом треке я поработал. Какие-то биты я писал сам. От и до. Какие-то с чуваками рифы придумывали на студии. Там что-то с ЛДМА отдельно. Ну, то есть. Ну, как бы, это мой альбом. Это не альбом Локи Бенда. То есть, понятно, они там принимают участие. Они прописаны все в калидицах будут. Ну, нужно понимать, что это. То есть, мои какие-то. Темы. Ну, и музыкальные стили, которые я отбирал. Которые я направлял. То есть, выступал как одновременно и санграйтер, и музыкант, и битмарь, и продюсер, и звукорежиссер. Типа. Не. Локи Бенд в фулл составе поучаствовал на, получается, трех треках. Вот, да, на трех. Нет, я не в Краснодаре еще. В Краснодаре я буду, наверное, там, с 13-го, с 14-го. Где-то так. Так, читаю. Локи-локи, как тебе улыбнись, дурак? Никак. Фрэнк Синатор заходит. А кому не заходит Фрэнк Синатор? Мне, блядь, интересно. Про масло все спрашивают. Говорю уже, масло пизда, ты чувак, очень. Я не буду оценивать тексты. Не надо мне присылать, пожалуйста, блядь, стихи. Я не люблю стихи. Как относишься к ситуации с альбомом? Тел, блядь, и как мне относиться? Хуё, что ли? Ну, там, дымки слили, это не альбом. Хуё, что дымки слили. Хуё всегда сливать, блядь, треки артистов, которые еще не закончены. Это, по-моему, отвратительно. Насчет сходки не уверен, ребят. Может быть, да, сделаю. Может быть, нет. Там посмотрим по настроению. Я не хочу супер заебанный приходить. Так как я буду сводить, я буду полностью погружен в музыку. Я не хочу терять ту энергию, с которой я туда еду. Вот. Я так очень сильно заебался, на самом деле. Потому что... Ну, мне приходится дохуе сейчас информацию обрабатывать, чтобы закончить релиз. Что ж выйдет из цвета Бонессы и Фреддерста? Не знаю. Что-нибудь забавное. Надеюсь, не однотипное говно, блядь, Бонс. Сори, я понимаю, что есть куча фанатов Бонсона, блядь. Но это однотипное ему зло абсолютно. Он может куда больше и просто штампует. Это пиздец. Я не знаю, где у него, блядь, самоуважение к себе, как к музыканту. Типа эти альбомы раз в два месяца, в три месяца. Ну, это ж пиздец. Это несерьезно. Даже тут релиз, который он якобы готовил, там, в сто лет, блядь, или сколько. Зайпло окончательно. Кей-поп говно. Да мне похуй. Кей-поп это такая же попса. Ну, как и любая эстрадная попса. Сам ответ на этот вопрос. По-моему, кей-поп, типа... Это что-то типа проекта серебро. Ну, в том плане, что... Это просто музыкальный проект, который сделан ради того, чтобы доить... Ну, аудиторию по всем ее запросам. Сексуальностью, там, каким-то фан-контентом. Легкой музыкой. Вот и все. Или трендовой музыкой. Надо сделать фит со скреликсом. Сделали фит со скреликсом. Типа... В то время, когда еще кей-поп так сильно не был развит, когда вот эта команда появилась, да... Был... Кей-дрэгон и G-дрэгон, или как-то так. И там фитонули со скреликсом. Просто потому, что фитонули, и все. Просто потому, что им надо. И потом еще кто-то покупал у него продакшен. Ну, то есть, что было в тренде, то они и не брали. Лейбл не собираюсь создавать. А че, как на MTV сходил? Он сходил, да сходил. Что для тебя важнее в начале пути до известности? Качество или идея? Идея важна. Качество важно. Все нужно делать. Нельзя себе, блядь, давать поблажку. Фит со скреликсом, блядь. Кто не хотел бы фит со скреликсом? Такой вопрос дурацкий. Вскрыл охуенный продюсер. Мне кажется, ему бесконечно обидно то, что у него стиль, блядь, пиздили. Безбожно. Все вообще. Все его фишки пиздили. И в итоге ему пришлось перестать выпускать релизы. Потому что это бесполезно, блядь. Че ты выпустишь, через два месяца, нахуй, это скопирует зомбой. Очень интересно. Сколько секунд в бифе занимаешь? Блядь. Мне откуда знать, сколько я секунд там занимаю? На этом были, когда на... Господи. Как его? В концерте-то я буду петь свою музыку. И там был Ром Жиган. Че-то мы начали говорить все вместе. Ну, там Баст стоял, Миронович, Шкан, я. Еще чуваки. Че-то разговаривали, разговаривали насчет того, кого там, типа, позвали. Я, ну, увидел, что он фейс позвал. Говорю, а что ты, кого еще из новой школы потянул? Он там что-то имена назвал. Я такой, типа, а сам не хочешь? Реблядь. Ну, если мне есть, что рассказать. И, короче, когда мы писали, зомби надо хранить на студии, тогда приехали ребята, ну, со съемочной группы Рома. Я там ответил на парочку вопросов. Было весело достаточно. Плюс я был там достаточно разгоряченный, потому что написали трек. Очень клево записывали. Вот. У меня было настроение нормально. Не знаю, сколько секунд решит Рома или кто там делает монтаж фильмов. Столько и буду. Я же не занимаюсь фильмом. Откуда мне знать, сколько я там секунд, блядь, буду. Блядь, про Хаски только что отвечал, ребят. Так, короче, надо сходить, но, типа, проектный маникюр, потому что какой-то пиздец. Не знаю, звучит по-пидерски, но мне, в принципе, поебать. Могу и красивыми ноготочками, ебало, набить. Еще на супы, говоря, я, господи, блядь. Я выкладывал отломанный свой ноготь на пальцы. Много книг на меня повлияло. Я не буду перечислять книги. Я, типа, не честец. Не так много их прочитал. За жизнь, может быть, там, сотню. Это очень мало. С Димой знакомый, но только по интернету. Nothing but tears, я не знаю, кто это. У Хаски не настолько сложная текста. Она и достаточно читаемая. Если у тебя достаточно, блядь, развитый культурный фон. Это Эйл Эйсит Хаус. Привет. Конечно же, поверил. Конечно же, поверил, братан. К Жаку нормально отношусь. Ну, типа, здравый артист. Единственное, ну, типа, если б я сидел еще материалом Жака, или там помогал как-то ему, ну, продюсировал какой-либо трек, я бы хотел, чтобы Жак пытался в другие стили, потому что мне кажется, что его засосало болото этого трэпа. Ну, может, он от этого кайфует, типа, это его там право. Но мне кажется, он может куда больше, чем просто под этот ебаный трэп без конца ебашни. Как вас, блядь, не заебал хип-хоп, я не знаю. Это же отвратительно. Ну, типа, в том плане, что образные биты без конца, одни и те же ритмы, одни и те же басы, блядь, одни и те же рисунки, одни и те же темы, один и тот же флоу, одни и те же эффекты, это же пиздец. Просто взяли форму, ну, типа, формулу успешности и доят, и доят, и доят, и доят людей, ну, блядь, заебяти. Какое-то сценарие, которые делают не трендовую музыку, и для реализации такому зла нужна аудитория. А через остальное сложно пробиться. Ну, придумай свой вариант. Не спрашивай у меня, чувак. У меня был идеальный заход, ну, в плане того, я придумал трек с Виноферма совмещенный с «Твоя сука хочет плакать». Я сначала дал аудитории вот этот обычный «Твоя сука хочет плакать, я ебу ее как надо». А потом перешел в «Хуи, сосы не являйся, и поебут». Ну, аудиторию привлек сначала обертка, я им в итоге, в середине трека, «Здорово, а вот настоящий я, давайте побазарим». И все, и дальше разговаривал с людьми, раскрывал тему. Поэтому я и говорил то, что что там, это «Московская Троя», а я тут «Донайц» с Сибирски. Въехал на Троя, на троянском коне в индустрию. Но это был мой, типа, ну, вариант не повторять чужие формулы, поэтому и советы эти никакого не могу дать. Просто ебаш. Что движет меня писать? Потому что меня заебывает старая музыка, поэтому я пишу новую. Господи, блядь, «Милый прадед» припев, естественно, взят у Тимми Тернера. Я уже об этом говорил тысячу раз. Типа, это был шестнадцатый год. Мне очень-очень-очень, ну, когда я писал «Милый прадед», или когда-то начало семнадцатого, не помню. Учился рассчитываться. Мне очень понравился Тимми Тернер. А потом родились строчки насчет «Милого прадеда». Они уже так легли, что я не мог их изменить. Это было бы тупо. Ну, типа, я испытывал эмоцию, и лучше уж правдивая эмоция, которую я испытывал, которую я впихнул, зачем там переделать, и в итоге это бы лишилось искренности. Да, этот трек, ну, узбайчен. И хуй с ним. Ну, типа, я его не исполняю. Не снимал на него клипы. Он висит там, прослушивания на нем не так много, как, типа, могло бы быть. О, «Мост Ассалют». Да я не обустроил еще студию, я не развесил себе это... звукоизоляцию. Ну, точнее, антиреверберизацию. Сейчас покажу, кстати, со стороны не показывал, как камеру развернуть. Ну, типа... Вот. Так, у меня еще шкафов нет, куча всяких вещей просто так валяется. Типа, я закупил басовые ловушки, мне их нужно развесить. На клей они, блядь, не держатся, они падают. Ой, то есть, на двустороннем скотче надо взять клей. Вот. Пашка Горбузов мне задарил стоечку, теперь у меня гитары хотя бы на полу не валяются. Вот. Какие дети, блядь. Погнали дальше квартиру чекать. Обзор хаты Локимина. Не. Нахуй. Как бы так. Просто... Что-то свет рубанется? Рубанется. Вот, там спальня показывать не буду. Ламашку, елку охуенно нарядила. Там, блин, туса валяется, которая еще не сделана. Короче, работа, да хуяще. Просто мне это все не особо когда делать. Нет, адрес я не спалю. Я не поворачиваю на окна камеру. Басуха у меня Грасс Рутс. Я ее покупал в Питере. Ну, короче, там вымышлены поддержанные гитары. Вот там, где Маргенштейн как раз-таки фотку выкладывал в инсте. У него там в этом магазине находится. То есть, они там тоже гитары закупали. Или там хуя знаю, что они там закупали. Вот. Да Машу я отправил. Сейчас в Томск она там с диплом разбирается. Вот. Блядь, он же отражает. Короче, блядь. Уж зеркалит надпись. Сейчас попробую через фронталку надписи показать. Умничь, блядь. Лучшичь. Фиджак на 2024 году. На киевском концерте Сэя будет презентация Сэя. Привет, Сэм. Видишь, когда-нибудь Блэйзон. Нет, к Блэйзон я не пойду. С Коржом Фид. Кстати, интересно бы было на самом деле. Но я не знаю. Ну, то есть, я... Он написал достаточно песен, чтобы сказать о том, что он, ну, типа, исписался. На мой взгляд. Может, он сейчас что-то пиздатое, типа, готовит. Но... Не знаю. Не знаю. Типа, если у него еще есть о чем сказать, это было бы клево. Если просто Фид ради Фита, нахуй. Нахуй надо. Фиды за 104, если захочет. Слышал про дэнс лейбл Дани Кашина да дихрота, блядь. Нет, не слышал. Фид с тем, фид с тем. Да, блядь. Вы понимаете, что... Ну, Фиды чаще всего делаются для облегчения процесса, блядь, записи. Просто человек не написал второй куплет или припев и такой, блядь, позову мой Фид. Нет. Если, блядь, я буду делать с кем-то Фид, ну, типа, как я там на СС сделаю. Я подобрал тех, кого я действительно хочу там видеть. Окей. Но, типа, в остальном, если идти делать Фид, это нужно идти, блядь, на студию, писать вместе музыку, продумывать вместе всю концепцию и писать текст об одном и том же. Типа... Но, как бы, для этого должен быть повод, понимаете, как бы... Вот, условно, когда фидовали там электронные продюсеры, да, они, когда фидовали, использовали свои синты и дополняли музло друг друга. И это было охуительно. Там всегда был понятен смысл фида. Типа, слышно и того продюсера, и до второго. Но, когда фидуют рэперы, блядь, музыка не меняется. Смыслы, чаще всего, тоже, блядь, не меняются. И мне было бы омерзительно делать фид просто ради фида. Сколько лет контракт с БМ? Блядь, вот так я тебе скажу. Вообще, я бы с ними там в бесконечности работал, потому что БМ организует концерт, и мне не нужно с этим гибать голову. И все. Это вообще отлично. Там помогают контакты какие-то находить, если нужно что-то сделать. Кузнецкий склад, как тебе? Блядь, вот, чувак, вот давай подумаем даже на вскидку. Вот ты спрашиваешь меня о том, как мне Кузнецкий, блядь, склад. Вот как ты думаешь, что я тебе отвечу? Кто за сведение на альбоме отвечает? Я Элдма. Я кофе не хлещу, я пью чай с бергамотом. Моему бате сорок пять, по-моему, по-моему, да. На презентации, новая мерч, не знаю, если успеем, будет, если не успеем, не будет. Мы сделали дурацкую хуйню на самом деле с тем, что сделали эксклюзивную для концерта, блядь, крючуху. Типа люди какие-то не успели купить и так далее. Короче, это не кайфово. Будем нормально трубы делать. Сук, я начинаю писать капсу. Сколько, блядь, мне годик? Я 93-го года рождения. 28-го декабря. Как ты думаешь, сколько мне годиков? Наверное, блядь, 60. К Жене Репину. К Жене Репина, может быть. Я не знаю, кто такой Жене Репин. Стримов по играм не будем. Я что, он стример, что ли? Я играю в игры для своего удовольствия. Не того, чтобы, блядь, деньги на донатах собирать. Типа, я не считаю, что это контент какой-то. Как ты занимаешься ремонтом в квартире? Ой, блядь, сам. Ну, чем ты сам, чем ты не сам. если всех заебет рэп, рэп очень пластичный жанр, он не скоро всех заебет. Я даю ставку где-то 5 лет. ой, серьезно, там, ну, прям, чтоб в топе, да, вот, рэп, 5 лет. Там ребята могут сколько угодно тешить себя надеждами, что он продержится больше, но, нихуя. Ну, типа, извините меня, если рэп разовьется какой-то иной жанр, и это будет считаться якобы рэпом, это, блядь, не в счет. Если мы говорим о рэпе, как о нынешнем рэпе, там, то есть, да, ебаный, блядь, пролил чай. Если мы говорим о рэпе, как о нынешнем инстанции, если мы говорим и о массовой культуре, ну, то есть, там, как звучание Big Baby Tape, например, да, то, ну, извините меня, ну, как бы тут вопрос дурацкий, мне кажется. Я думаю, я просто, короче, перестану отвечать на вопросы о фитах, и все. Ну, типа, не сейчас вообще, а то уже несерьезно. Я сейчас переключусь на ЛТЕ, чуть-чуть будет задержка, я так понимаю, просто на балконе хуже ловят Wi-Fi, лучше ЛТЕ. Все, на камбэковах. Что будет после рэп? Рэп как будто Иисус, блядь. Что будет после рэп? Музыку пускай, блядь, пишут люди, вот и все. Как тебе музыка в стиле геттер? Ты имеешь в виду брастеп, или фишер бейс, или драма бейс? Нету музыки в стиле геттер? Может ли я лампу неправильно повезу? вас? да, Настя, постмодерн, ну да, узко, я согласен, Ну, блядь, я же заебался Мы все понимаем, о чем мы говорим, когда говорим о постмодерне То есть, типа, разрушение идеалов А в нынешней инстанции, да? Это ебота Ну, сори, но это прям ебота Не знаем, кто такой кемпинг Зачем мне делать клип, как быть дауном, если я уже сделал клип быть дауном? Постоянно стараюсь не повторяться А вы меня спрашиваете, будет ли еще наподобие Дубленка загрязнилась, я не знаю, где ее чистить Типа, нахрен я ее буду носить Выглядит как бомжар какой-то Я и так не любитель ухаживать за собой С телофиз, конвестом, нет Буду Сколько стоит? Я вам только что сказал, что я не хочу отвечать на вопросы к фитам Люди пишут, блядь, на вопросы к фитам Я думаю, что постмодерн заебало Я думаю, что пора закрыть тему Все идеалы и как разрушатся Строите новые, стремиться некому, блядь Люди, когда требуют чего-либо Они не знают, для чего они требуют Какого идеального общества Они пытаются преследовать Нету ориентира, к чему стремиться По постмодерну нету ориентиров, блядь Вот и все Нету ориентиров, нету цели Нету цели, нету движения Нету движения, равно смерть, блядь Вот и все, блядь Вся формула, блядь Я не знаю, что это непонятное Угорает вечно Блядь, постмодерн это просто Ну, все мы используем инструменты постмодерн Да, но что-ка сами посторонние, блядь Опять-таки возвращаюсь, нахуй, к антихайпу Ебать Ты в пизду, нахуй Я уже заебался это объяснять Ну, просто, знаете, тема в том, что Ну, да, что-то ты там раскритиковал Ааа, и что, блядь Ну, в том плане, то, что Критикуешь, предлагая Это всегда работа и схема Ну, блядь, ну, критикуешь ты Какую-то музыку Ну, сделай ты пизжи, блядь Или ты пиздишь, блядь, без конца Почему ты оформляешь свою критику В форме Музла В котором ты неконкурентно, блядь, способен Пиши, блядь, статейки, нахуй Не знаю, там В журнале Нож Медиа Ликс Не знаю, там На спутник и погром, нахуй, иди И критикуй там рэперов, ёбаный рот Но если ты думаешь, что Здравая форма выражения твоей критики Идет через музыку То, ёб твою мать Тут ты входишь на конкурентное поле И если твоя музыка хуета То и критика твоя хуета, блядь Честное слово Я просто заебаюсь Ну, заебываюсь Объяснять эту очевидную вещь, блядь Оба повестки Это просто критики без идей Конечно, блядь И ВВВ без идей Пиздец без идей И культ без идей Вообще Ноль, блядь Дом, который построил Джек Произвел огромное впечатление Даже не слушал группу ежемесячной Я слушал группу ежемесячной Это хуета, блядь И всё творчество славы КПСС Это полная хуетей С человеком Который, блядь Не может в ноты попадать И с которым Не связываются нормальные битмейкеры Которые пишут Говённые биты Потому что говённому рэперу, блядь Удостоены говённые биты, блядь Вот и всё Тут уже как бы Очевидно Вот насчёт того Чем больше становится аудитория Чем чаще повторяются вопросы Я полностью согласен То есть поэтому мне придётся Сори, что пришёл Поэтому и так заметили Что я намного реже сейчас Выхожу на коннект Потому что Ну это пиздец какой-то Так Не может продолжаться Так какой нахуй Версус Версус о чём, блядь Делать мне нехуй Тратить время, блядь На Версус Чтобы порадовать публику Блядь Гладиаторским боем Не, ребят Это очень удобно Когда, типа Аудитория смотрит на этот Гладиаторский бой Он находится только на арене Мне намного интереснее Приходить к аудитории И говорить то, что Здесь вы не правы И всё Люди не любят Когда бойцовские собаки Выбегают из клетки И бегут в публику А мне это нравится Кто спортивный интерес И ещё батл рэпер Чтобы у меня был интерес К спорту Я читаю ваши вопросы Если что Просто на какие-то Нет смысла отвечать Я уже либо отвечал Либо Вопросы такие Развития стая Только Разрастание Этой стая И ещё что Больше людей Просто уважали Так друга И прививали Ну Хороший вкус Не оскорбляли Блядь Не травили Людей Слышь Локи Ты говоришь Что наша власть Ворует С чего Такая уверенность Ты лжец Еее Вот это ты меня убрал Всеми аргументами Надо Когда ебать Зенитари Ну Построили С туалетами Блядь Стоящими Друг напротив друга С хуёвой Коммуникацией И разваливающейся Плиткой А потратили на это Блядь Сколько Триллион Ну триллион там Сколько Ты хуища Блядь Денег Это пиздец А когда Стадион Который Галецкий Построил Блядь Сам в Краснодаре Не приняли До чемпионата мира По футболу Вот подумай Блядь Где они воруют Нахуй Я тебе Чё должен Объяснять Ну типа Абсолютно Очевидные Блядь Вещи Доброе утро Нахуй Вода мокрая Как тебе новости Почему есть мнение Что ты абсолютно Всю хуй Сносишь Не знаю Наоборот До хуй Чего хвалю По-моему Так Сейчас Сорри Сорри Подрубал Вай-фай Я все в своей жизни Делаю по настроению Оставься Держит идею Держит идею Блядь Не я же Ее создавал Ее создали фанаты А не я Ладно В рубашке Останусь Как пришел трек О событиях 93-го года Ну я родился В 93-м году Начал смотреть Что там Произошло В 93-м году Еще давненько Мне это пробрало Я смотрю Там ебальники Подзавалили Насчет славы КПСС Большое спасибо Что перестали Нести Хуйту Блядь Не Музыкального Образования У меня нет Почему такое Внимание Краснодару В смысле Внимание Потому что Дима Элдема там живет Он мне рассказывает Те движения Которые там происходят В Томске Я постараюсь Поехать попозже Ну может быть В мае заеду Ну это короче После первой части Тура точно Чем отличается Потраченное время На Версус Потраченное время Узнается 10 секунд Злобные зрители Потому что 10 секунд Злобные зрители Мне были интересны А Версус Мне не интересен У меня Понимаешь На Версус Идут Во-первых Получить бабки С рекламой Всем известных Букмеркерских Сайтов Второе Типа Блядь Как бы объяснить Короче У нас русский рэп Строился Ну зарождался На Хип-хопру Ну типа Основная масса Да Вот этого Батловая И типа Весь смысл батлов Был в том Чтобы сравнить Скилуху Да Вот Но Мне похуй На скилуху Рэпера Типа Я несколько Шире смотрю На эту байду И типа Это то же самое Что Я не знаю Идти Блядь Нашел Где люди Соревнуются В потягивании Лесенькой Детский хор В сэхе будет Я уже Показывал Хорошо Что рэп Стал Поп-музыкой Намного легче Стало Доносить Свои мысли Усердно работал На цен Год Как ты живешь Общий богатый Лесенькой Не знаю Несмотря с чем Сравнивать Что для тебя Обычно Что для тебя Богато Что задает Стиль в моей комнате Не знаю Пока Пока не знаю Наверное Стал от горечи Пока что Подгоны От фанатов Думаю Куда Девать Просто Там Картины Развешивать И так Далее Пока не знаю Точно Куда Нет Мягкие игрушки Мне мягкие Мягкие игрушки К сожалению Не нужны Я думаю Надо Детский дом Отнести Вообще Не против Я батл культуры Я вообще Не против Движек Которые Которые не мешают Никому Не ограничивать Чужие свободы Почему Должен быть Против Батл культуры Ну батл с людей Это Ну типа Их воля Их выбор Я тут Блять Причем Пистолс Тоже не нравится Даже Барлос Блять Пистолс Говорю Рома Будут ли новые Треки Объясните Человеку Будут ли новые Треки Или нет Когда Ладно Я ничего уж Говорить Не хочу Чувак Просто Допустим Ты был Ну типа Не в курсе Пожалуйста Про мониторинг Соцсети И посмотри Что будет В конце февраля Начало марта Были ли ситуации С лебанутыми фанатами Были Батя не пиздил Детство У меня достаточно У меня нормально Детство было Где бы не было Такой хуйни Чтоб самолетворилась Какая-то хуйня Со стороны родителей Там Психологические Всякие Темы Это одна Хуйня А чтоб там Физнасилие Или какое-то Неуважение Не Такого не было Батя Батя Займанный Навряд ли Либерал В истинном понимании Этого слова Больше К либертарианцам Мои родители Не за ВВП Хожу в зал Как ты относишься К тем Кто слабее В смысле Если действительно Есть возможность Помочь Я ей помогаю Я думаю Сейчас В Москве Не знаю Изменил бы Чем-нибудь Немцов Немцов Поддался На провокацию В 2011 году И слил протест Может Он поумнел После этого Вполне вероятно Что Может быть Чем-нибудь Изменил Но Вообще Очень много Здравых людей Покосило После Болотной Дестая Работает Собаку Заводить не буду Потому что Я в разъездах Меня набила На похуй Я увидел Чего в свитере Он написал Ну то есть Первое Насчет цензуры А то что он там Оправдывался Мне поебать Лепифанцев Не знаю Не то Не то Рома Ты поменял Процесс создания Музыки На Сая Да Мне кажется Что он Нобально Перестал унуть Линию Да нет Типа Надо быть умнее Просто Удаётся доносить Не всей публике Конечно Но удаётся То есть Локи Бэнда Самый ебанутый Самый Оторвай Или что ты имеешь в виду И про дату альбома Я тоже говорил Точной даты Пока нету Есть ли чувства Как у скритонита Конкретно среды В которые вошёл С появлением Грубной аудитории Да Абсолютно идентичные Чувства Со скрипом Поэтому мне Очень близок Его альбом Зеркала Только я Кокс не нюхал И в принципе Наркоту не употребляю И не такой Сильный алкаш Поэтому у меня Нету этого состояния Который переживал Скрип Ну что касательно Типа прилива Большой аудитории Повышенного внимания И долбоёбов Вследствие Ну этого Это да Это я чувствую Какой грудь был Самый ебанутым в туре Если не считать Москву и Питер То Екатеринбург Екатеринбург Ростов Очень жалею Чтобы Ростов Не взял Лайф Состав Вот И справимся Машка нормально Относится к популярности Ну и какие-то моменты Конечно смущают Но Кроме Рею не касается И я хочу Чтоб так и оставалось Потому что Мало ли Бывают Ебанутые люди То есть там Ну просто Вот в натуре Какая-нибудь Тёлка ёбнется И сотворит Какую-нибудь хуйню По отношению к Маше И потом я буду Себя за это винить Это ж пиздец Как бы Куча всякой Хуйни Следует за Полученным вниманием Пес не животный Песный выбор Конечно вижу себя В этих строчках Продакшеном Занимаюсь Одиннадцать лет В детстве ходил на концерты Ходил по-моему Три раза На концерты Каст Какой-то интересный вопрос Потом что пёс не животное Пёс это выбор Да конечно вижу себя В этих строчках Потому что Я сделал свой выбор В определенный момент Которым я там На осе Расскажу Вот И он дальше Меня Ну Типа Преследует Я очень часто Аскетичен То есть Меня многие вещи Там Реально не волнуют Допустим Мне поебать на тачку Я не хочу покупать Лимитированные кроссы Там За 60 кусков Я лучше Не знаю Вон там Маша Мак купил Потому что у меня Хуёво бук работает А для себя Чё я кофе ебанул Какой-то хуйни поел И пошёл ебашить И вкладываюсь В аппаратуру В музло Вот сейчас Надо будет Кое-то ещё Для концерта Прикупить То есть Пёс Стремится Ну если как Животное К любви Стальности Вот Преданности Псу вообще Поебать Типа В какой Квартире Он живёт Про музыку В интервью Можете всё узнать Текст начал писать С первых собственных треков Или писал стихи до этого Стихи глубоко в детстве писал Совсем глубоко в детстве Девочке Которая мне понравилась В 6 лет В нынешних условиях Ноунейм тоже может хипануть Всё может быть клёво Если Репетировать уже начали По-моему Вчера Да, вчера репали Или позавчера Нет, позавчера Вот Завтра следующая репетиция Ах Маловато сплю У меня какая-то херня Короче От тревожности просыпаюсь Что надо что-то идти и делать В общем даже будильник не нужен Я встаю Несколько раньше Чем высплюсь И короче Не могу потом Лечь спать У меня просто тревога Ебашь ты Всё Я сегодня видел Тебя в Москве Собака В руках Нет Нет Ни хрена Основная идея болезни Там всё понятно Я не знаю гетера Ладно Давайте Ребята Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому